Ребята, это исторический момент, посмотрите, какой он красивенький, вообще просто. Хотела красное, а ушла с бежевым, таким молочным, красивым дипломчиком. Итак, на часах у нас без 20.11, моя очередь идет где-то в 12.15. Смотрим тут, там бородак, смотрю фильм, называется что-то там, шелк, чего-то там, вот. А на боевой завтрак у нас два кусочка пиццы и какао, которая, надеюсь, придаст мне энергию, силы и ум. Ну что, ребята, настал тот день. Сегодня ваш Нармина станет журналистом, человеком с высшим образованием. Я жутко-жутко сейчас переживаю. Осталось здесь буквально 10 минут до моей защиты. Просто, просто. Вот, вообще, я не знаю, так долго к этому ушла, не знаю, как все будет, но надеюсь только на лучшее. Что еще остается? Приглашается, вы нашла Нармина Муслимовна, студент выпущен ПЛА 611-2. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Одно все получается. Видите? А, все получается. Так, все. Выпускная клиникационная работа. Все мы видим. Пожалуйста. Все, Нармина. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые председатели, члены государства. Презвешите представить вам выпускную клиникационную работу на тему жанровые и тематические особенности, сюжетов, специализированных конвергентной СМИ, на примере телерадиокомпании «Русский мир». Актуальность данной темы обусловлена тем, что сегодня за потоком неограниченной информации, которая окружает нас повсюду, очень трудно отыскать качественный контент и темы, которые не так популярны. И именно специализированные средства массовой информации обеспечивают людей более глубокой и детальной информацией в рамках своей отрасли, которую всегда легко найти на разных платформах. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Существует несколько жанровых разновидностей. Это новостные, культурно-просветические, интерактивные, смертво-очерковые. Я использовала для анализа своей телерадиокомпании основу классификации Лазутины и Раскоповы и по ним я составляла анализ. Есть еще вопросы, уважаемые. Для продолжения вопроса, Ивана Алексеевич, культурно-просветительская. Какие жанровые модели принадлежат культурно-просветственной журналистике и также интерактивной? Это и анонс, и искусствоведческая статья, научная статья, очерк. Это все, что связано с культурой. Может быть и творческий портрет. А интерактивная – это обзор писем, ток-шоу, интервью, беседа. Это чаще свойственно именно конвергентным СМИ, либо уже на телевидении и радио. Например, как я сейчас на своем примере рассказывала, что у меня больше всего именно используют интерактивную журналистику, так как почти все сюжеты были основаны либо на интервью, также на беседах, или также можно интерактивную журналистику определить, когда идет какое-то взаимодействие с аутсторией, это вопрос-ответ и так далее. Вернее, отзыв ваш. Ну, Нармина – это состоявшийся телевизионщик. Она имеет тоже большую практику на телевидении, на разных каналах. Она, насколько я знаю, работала. Так, я уже переоделась, сейчас будет оглашение результатов. Так. Това Анастасия – хорошо. Шалопанов Наталья – хорошо. Янчукова Анастасия – хорошо. Гамун Габриэл – хорошо. Гуняшева Нармина – отлично. Журцова Ксения – отлично. Бастрыкина Мария – отлично. Григоря Марья – отлично. Екатеревна Иссурия – отлично. Жизкова Екатерина – отлично. Журавлева Амина – отлично. Козлова Маргарита – отлично. И Коричева, вас ребята. И слово предоставляю Ивану Алексеевичу. Да, спасибо вам большое, Светлана Сергеевна. Уважаемые коллеги, я как в связи с комиссией, и, соответственно, поздравляю вас, говорю, что с сегодняшнего дня, поскольку сегодняшний день защита и протокол, с сегодняшнего дня вы официально пока лавры дипломированы. И поэтому примите, во-первых, мое поздравление от моего имени, от имени комиссии. Вот на этом теперь поздравить вас, во-первых. Во-вторых, если вы помните, у Ультибери есть выражение, которое мне очень нравится, о том, что самая большая роскошь в жизни – это роскошь человеческого общения. Я хочу пожелать вам роскоши профессионального общения. Как можно меньшего, чтобы там согласен. Ребят, это, наверное, один из самых прекрасных моментов в моей жизни. Это просто что-то. Когда меня в процессе поправляет, но он типсолог, он... Бабушка! Пятерка! Пятерка? Да! Поздравляю, моя дорогая! Да, я просто жутко счастлива! Молодцы! Три, Лаваша! На, боже, два, это вообще... Ты сон пропал, распадник? Нет, хочу, устала очень, ужасно. Алло? Мама, пятерка! А я... А теперь говори, что я колдун. Да, ты колдун. Я знала, что тебе пятерку восставил. Мама, это вообще шок. Поздравляю! Молодец, уличка, мы тобой гордимся. Молодец, поздравляю! Я думала, тебе сегодня надо шампанское пахнуть. Нет, я спать пошла. Устала. Давай, дуруйте, думаю, сонушка, поздравляю. Вообще, я не могу поверить в то, что это все закончилось. Ты вообще это осознаешь? Нет. То, что больше. Мы не будем страдать, писать. Я не буду садиться и заставлять пить миллион кофе, чтобы написать пару страниц, которые потом оказываются неправильно, и придется все удалять, писать заново. Ты понимаешь, что просто этого большего не будет? Конечно. Чего это будет? Этого не будет. Вот ты будешь скучать по этому? Вот я нет. Нет. Я за этот месяц, сука, нет, потеряла. Это правда. Нет, это вот, для меня вот эти полтора месяца, это был ***. Это ты даже вот по-другому не скажешь. Ой, Ксюша, я подписываюсь под этими словами. Я была в заточении в полнейшем. И морально, и физическом. Да. Полтора месяца были самые сложные за все четыре года. Это были одни из самых сложных месяцев моей жизни, я начнем с этого, а не за четыре года. Давай начнем уже, посмотрим правде в глаза и скажем, что это было так. Это да, это точно. Дипломированный. Специалист. Представляете, ваша нормина стала взрослым. Кажется, что буквально недавно я получала диплом, школьный диплом. Снимала он. Ой, кто-то заходит в лифт. Итак, ребята, вот так начиналось почти каждое мое утро или обед в течение трех лет на Белорусском вокзале. И мне надо успеть к этому пешеходу. Я всегда здесь бежала, чтобы успеть, потому что он очень потом долго ждать будет. Так что я все-таки уже, наверное, последний раз побегу. И вот так, собственно, с таким пейзажем я всегда шла в университет. Мне идти туда сейчас в 10-15 минут, когда медленно идешь. Когда бежишь, можно за 7-9 добежать. Но такая тут красота. Последний раз иду по этому маршруту как студент. А потом буду еще ходить туда. Или вообще не буду ходить, не знаю. Будет ли у меня вообще резон туда приходить. Так что вот такие вот дела. Очень, если честно, грустно. Я очень любила этот маршрут. И вот так вдоль Ленинградского проспекта идешься по такими свинцовыми дучами тебе в университет. Итак, ребят, вы много лет меня спрашивали, в каком университете я учусь. Сейчас я вам покажу, где я учусь. В каких стенах прошли мои три года. Итак, барабанная дробь. И мы видим мой универчик. Красивый. Московский, международный университет, который находится на Белорусской. И вот так он, собственно, и выглядит. Вот такие у нас старые двери. Девочки. Хаюшки. Ну, а три вы у меня тут видели. Как все это выглядит. Мне дали обходный лист. Мне надо везде поставить подписи, что потом мне дали мой дипломчик. Идем первым делом в библиотеку. Ксюша, Маша. Сейчас нам подпишут. Вот мой пропуск. Уходится. Ксюша потеряла пропуск. Она его не взяла. Она его не взяла. Теперь она будет платить 200 рублей. Ха-ха-ха. Итак, осталось три подписи. И на этом у нас все. Он отдел практики мой ненавистный. Короче говоря, я решила, что я не буду сдавать зачетку. Не сдавать студенческие. Я его не сдавала. Сказала, что я потеряла. И все. А девочки, вот, сдали. Ты сдала зачетку? А ты студенческие вставала? А за счет ты сдала студенческие? А я все оставила. Сказала, что у меня нет. Они такие... Ой, ладно. Ну вот. Я хитрый. Хитрый-хитрый ребенок. Даня уже все сделала. Ничего себе. Влоги, влоги. Конечно. Торжественный момент. Да. Проверка. Правильно ли написали фамилию. Можешь сверху сейчас снимать чуть-чуть? Извините. Он плана? Ничего себе, за что у него было. Да. Какая-то телескопа. Там цифры есть? Да. Цифры идут, дипломы получаются. Ура! 5 на 4 года. Да вообще. Нармина, пара вопросов. Стоит ли это того? Вообще стоит. Я очень хорошо почилила эти 4 года. Очень много чему научилась в плане, как выживать, если ты ничего не знаешь, как сдавать предмет, например. Что еще научилась? Как выкручиваться из всяких сложных ситуаций. Это главное, да. Я так и не понял, как это делать. А я, короче, очень поняла, как сдать предмет, который вообще не знаешь, на пятерку. Вообще, как выкручиваться. А еще бывают такие, научилась несправедливость, и когда ты, например, знаешь, но, например, человеку преподавать что-то не нравишься, у тебя может быть плохая ценка. У меня в школе такого просто не было. А здесь я с таким сомневалась. Так что вот так вот. А, кстати, давайте еще всем торжественно скажем, что я узнала, что мне не хватило 2 балла до красного диплома. Поздравляю. 2 балла. 2 балла. Ну, 2 балла это не 20. 2 балла хватило просто. Если бы я исправила свои 2 четверки на пятерки, у меня был бы красный диплом. Важен ли красный диплом в жизни? Вот как ты думаешь? Он не важен, но просто... Вот именно, вот это важно. Все, дальше можно не продолжать. А она сказал человеку, у которого красный диплом. Знаешь, я бы не расстроился, если я получил такой. Ну все. Ладно. Ура. Мы сейчас будем, мы сейчас будем фоткаться вот там с этими. В мантик. Ты фоткал, слушай, в мантик? Нет. Сейчас мы будем фоткаться в мантик, такие красивые. Слава богу, хоть мантик есть. Я так об этом не знаю. Итак, мы проходим к синему мантику. Есть размеры или разница нет? Они подлиннее, смотри. Я самая короткая. Ну, у нас сегодня не самая короткая. По-моему, они все одинаковые. А мне какие? Ой, я, по-моему, залезла не туда. Пока. Не в туда. А, можешь спросить, почему он этот... Закрытый? А, нет, 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 нет. Все, 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 один. Пока, пока. Пока, пока. Дальше что делать? На голову? Чего тут не делаешь? Это на заставку и под музыку. Давай, мне придется на очки снять. Нет, нет. На фоне туалет? А, я не знаю. Или что это? Я вроде, да. Я еще не осознал. Привет. Привет. Приветствуем. Вы попали в лог Нармины. Скажите привет, подписчики. Привет. Даня, как ты думаешь, с распущенными волосами не заколзли? С распущенными, это всегда лучше. Серьезно? Ты не знаешь, с распущенными волосами? Конечно. Если я... Даня, она не налаживает на мою голову. Ксюша. 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 Ладно, не поджечь в коллег. Очень важная информация для влога. Слушай, она не налаживает. Ты так пойдешь, да? Смотри, вот эта большая. На, вот маленькая. О, смотрите, прям проколпат. Прям прям. Ты вообще, а ты счастлив? Я счастлив, что все это закончилось. Это единственный плюс. На, на, на тему. Что? На тему раньше думать. И так продолжается непонятно что. Наш псевдовыпускной. Потому что по-другому это, не знаю, как. Вот тут собралась публика, фоткаются все. А мне что-то не тянет фоткаться. Да лучше, чтобы... Маш, ну ты куда-то лечил сфоткаться? Ну, блин, еще что-то. Это праздничное настроение называется. Праздник, праздник. Вот именно с таким лицом праздник. Да там просто фоткаться. Я не рада тебя к нему не рада. Что вы думаете об этом? Я как Гарри Поттер. Вышедший вот этой мантией такой жирный. А это уже стремно. Не, нам кажется, встань, чтобы было красиво. Надо вот так. Как-то... Я не знаю, как это там стремно. Ну что это за гамункул? Откуда там? Гамункул? Что это такое вообще? Гамункул какой-то. Скажите гамункул. Гамункул? Ничего не гамункул? 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 О, еще один гамункул. Ты перчатки не делаешь? Еще один гамункул. Гамункул? Ну это же ужас. Ну что это гамунка? Уборщица получил. Уборщица? Уборщица получил. Я не знаю. Это странная штука. Это жизнь. Это жизнь. А че тебе не понравилось? У тебя на Чили ходили. Че тебе... Вверх. Да, это замечательно. Не, я рад. Я вообще завтра в Крым еду. Везет, да. Кто-то в Крым едет, а кто-то в квартире будет сидеть. А че ты в квартире будешь сидеть? А куда мне ехать? Самоизоляция? Далось самоизоляцию. Даня. Что? Ты счастлив? Конечно. Меня любишь? Как друга, да. Да. А меня, Даня. Да. Да. Как другом. Да. Все, что ты. Я не буду любить меня. А все. А что? Каждый раз, когда Даня любит меня летом, как другом. Он так боится. А я не могу себе сказать, Даня. 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 Я жена вообще твоя. А я любовница. Где доказательства? Где доказательства? Улики где? Улики спер... Видео с Питера. Там все запечатлено. Нет тела, нет дела. Знаешь, просто плот и все. И все, нормально. Все, нормально. Все, началось. Не про то. Ладно. Я тоже не знаю. А кто жалуется еще? Не жалуется, все нормально. Тебе даже не нравится, как ты выглядишь? Мне все остальное нравится. Мне не нравится, как фотки. Я хотела... Я хотела, чтобы как-то все красиво было. Чтобы были шарики, чтобы был порт. Я хочу, чтобы красивая фотка была. Крутка на шарике. Ты что, берешь сразу в инстаграме с обработкой фоткой? Ну, она не качественная. Я хочу качественную фотку. Я хочу вот так вот, чтобы был весь рост, чтобы было не донят. Да. А что такое? Я вот так хотела мантию, а сейчас выгляжу как... Слушай, я сразу задала, что с мантиками там что-то будет не то. Во-первых, это бесстолевидное просто непонятно что. Да. Не, ну башка-то должна хотя бы красиво было получаться. А здесь я чувствую себя, извините меня, тем, что на что-то надели, что-то, что не нужно. Все понятно. Уровень объяснения, инженер. Даня, у скорого Маши, день рождения. Приходи к нам. Реально, приходи. Слушай, да блин, он только будет грустнявый, его придется вечно веселить. И что? Человек. Смотрит фотографии. Маша бьет Даню. Даня, Даня, я надеюсь, ты будешь по нами скучать. Да, конечно. Только правда, вот искренне. Конечно. По кому-то троих будешь больше всех скучать. Только одну надо выбрать. О, 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 все, подключилась. Назову кого-нибудь одного, двое обиделся. Нет, не обиделся. Скажи хорошо, по возрастанию. По возрастанию. Даня, мы не обиделся. Клянемся. Вот чисто женская тебе говори. По возрастанию, по кому больше, больше. Ты поняла. А, нет, нет, серьезно. Вот смотри, ты будешь по всем скучать, это понятно. На кого первую будешь скучать? Бо, больше всего. Потом второй, третий. Ну, так не честно, вообще не честно. Нет, так нельзя, так нельзя. Хитрая, ее дисквалификация. Дисквалификация. Нельзя так. Давай, честно. А как по тебе? Ты это хочешь? Да. Ксюша. Да, все. Ты надень шапку. Надень, научу вам вот какой-то билот. Шик, шик. Я очень жирная, вы понимаете? Она не маяет. Молодень ты эту шапку. Честно. Мы с вами на нее бились, а теперь ты еще не хочешь. Ты когда-нибудь оборот? Боже, я как-то фиганучик с этой шапкой. Да? Как давно мы об этом узнали. Смотри, эффектное появление. Она не тоже. Даже нет, не близко. Она сопляет. Нормально? Держите, девочка? Она сопляет. Все, давайте. Маш, пока у меня она не нравится. Просто надо обняться. И падайте, да? И падайте. Ничего у нас не получается. Ничего у нас не получается. Ничего такого. Ну вот, ребята, все. Наконец-то я... О, Даня. Надь, скажи, сколько мы здесь фоткаемся? Мы здесь фоткаемся уже, наверное, полчаса. Какой-то, мне кажется, уже минут сорок. Я-то здесь вообще два часа утром. А что ты это делаешь? Просто? Я вообще сначала учебники носил. Я, оказывается, учебники не сдал. Серьезно? Вот недавно только получил. Правда. Ничего себе. Мы вот здесь фоткаемся, 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 фоткаемся. Я так переживала, что у нас не будет манси. Она оказалась. Я так была этому счастлива. Потому что думаю, я заканчивала универ ради этой шапочки. Ради этой фоточки. Ты понимаешь? Мне не нужно высшее образование. Мне нужна была красивая фоточка. Красивая-прекрасивая фоточка. Так что я ее получила. Я этому несказанно рада. Так что видите, в инстаграмчике моем, как я выложу, обработаю фоточки. Потому что я целый час трудилась на то, чтобы ее наконец-то сделать. Я надеюсь, она хотя бы получилась. Какой факультет? Он с нами в группе вообще-то был. А, вы с нами в группе? Я тебя видела на парах. Мы же с ним сиськи. Лифчики обсуждали сиськи. Однажды я пришел, мы обсуждали. Как тебе образование вообще? Как тебе пары? Опухоль образования. Нет, твое образование вообще. Посхитительное. Да, мы вообще-то с тобой оказались в одной группе. Мы вообще из них. Да, приятно познакомиться. Нет, скорее всего. Я журналист, афтическое право всегда. Нет, нет, ты че? Ты даже пары прослушал. Какая статья идет у нас? Вот то, что я сейчас делаю. Нет. А я тебе не подскажу, чтобы ты потом... Нет, это 29-я статья Уголовного кодекса РФ. Все? Это на Руспопова мы учили. Че? Даня, короче, сейчас поставит нам индийскую песню, и мы будем здесь танцевать. Там фотки делают с нашим одногруппником, оказывается. Неожиданно. Давай, ставь. Даня, это тот человек, который помог мне завершить университет. Ой, он всем помог. Он всем помог, давай сразу, так скажем. Он действительно... Почему я такой вымытанный, поняли тебя? Он действительно помог мне. Это самое искреннее. Он вот тот человек, который вот попросишь его скинуть, да, там, вопросы на семинар, он не пожадничает, как последняя крыса. Он всегда поможет. Это точно. Это точно. Нет, ты мне всегда помогал, всем помогал. Вот вы просто такие люди ведут прям в рай. Я честно. Я хочу, чтобы у тебя в этой жизни все сложилось, потому что за твои добрые подвиги, за твои добрые дела должно тебе воздастся. Аминь. Что, Маша? Спасибо. Аминь. Не обязательно. Вот здесь мы сидели, сидели, здесь просто столько здесь кушали, там, ели здесь, ели здесь, чилили. Здесь все наши занятия проходили. Вот тут иногда текла крыша, но здесь очень красиво. Я буду скучать по этому месту. А вот здесь в обеде на перерыв играли люди на пианино. Все, на воду все, на воду все, на воду все. Я ухожу из вашей жизни. Здесь наша любимая гардеробщица. Сейчас я как сама забираю свою курточку и отправляюсь в взрослую, самостоятельную жизнь. Сейчас, подождите, я надену. Вот у нас здесь сахар стоит, думаем. У меня сейчас наша любимая зеркальца. Все. Я помню, как вы видите, снимала вот так, тоже ставила камеру во втором курсе. Я помню, я одевалась. И все, сейчас одеваю паточку. И все, и все. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok